Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вновь программа «Просто о сложном». Сегодня у нас в гостях директор комплексного центра социального обслуживания населения города Девногорска Ольга Вячеславовна Щекунова. Ольга Вячеславовна, на мой взгляд, тема социального обслуживания вообще, тема такая достаточно, в какой-то части закрытая. Я думаю, что нашим телезрителям будет небезынтересно узнать, что же такое комплексный центр. Сразу хочу сказать, что даже замечательно, что многие люди не знают, что такое наш центр. Потому что все-таки социальное обслуживание касается тех людей, которые не могут преодолеть свои трудности самостоятельно. И им нужна необходима помощь специальных учреждений, как наши. У нас таких, если три направления. Надомное отделение – это то, что практически, наверное, каждый скажет, если сказать, что такое комплексный центр, и сказать слово «социальный работник». Соответственно, это надомное обслуживание, когда в центре свыше 40 социальных работников, у которых находится по 10 человек на обслуживании. Три раза в неделю они посещают своих клиентов, оказывают комплекс мер. То есть это и медицинское сопровождение, когда ходим в больницы, когда выписываем рецепты, соответственно, когда выкупаем эти лекарства, приносим. То есть социальный работник взаимодействует с больницей с разрешения клиента. Если взять поселок, это и дрова, и вода, соответственно, здесь, в поселке, конечно, посложнее соцработникам работать. А так это и уборка помещений, содействие в приготовлении пищи, это и взаимодействие с дальними родственниками. То есть, так скажем, соцработник становится больше другом для своего обслуживаемого, нежели вот таким официальным лицом. У нас в свое время было медицинское такое направление, но так как, так скажем, не очень правильно, это скорее всего, потому что у нас есть замечательная больница, которая оказывает медицинские услуги, было организовано социально-реабилитационное отделение, которое целью уже является адаптация, то есть если надомники у нас поддерживают, уже, так скажем, ведут и сопровождают, то социальная реабилитация у нас помогает адаптироваться человеку, какие-то ликвидировать какие-то неудобства в его жизни, но и либо научить, как с ними жить. И третье отделение – это срочное отделение, включая мобильную бригаду, которую мы с прошлого года создали. Это разовые услуги, это то, чтобы человек не дошел до критического состояния, то есть нужно ему оформить документы, нужно ему оказать какую-то материальную помощь, там продукты питания на сейчас, необходимо вот сейчас это сделать. Это те люди, которые выезжают в поселки у нас, которые и Бирюсу охватывают, которые на Шусьману, Слизнево, и раз в неделю прием ведется документов, соответственно, в любой момент можно будет позвонить, получить срочную помощь сейчас и немедленно. Сколько жителей нашего муниципального образования находятся у вас на обслуживании? И одновременно я хочу расширить границы вопроса. Вот эти люди, которые под некой опекой находятся у вас, они как, вот раз и навсегда? Или бывают случаи, когда вы активно поработали вместе с иными службами, в том числе и с больницей, и человек уходит от вашей опеки, если можно сказать? У нас по муниципальному заданию 2400 человек. В прошлом году мы порядка 2600 обслужили людей. Это больше социально-психологическая, медицинская поддержка, бытовые услуги мы оказываем. Ну, соответственно, на домном обслуживании у нас 360 человек находятся. Это те люди, которые у нас одиноко проживающие, нуждающиеся в соцобслуживании. Все остальное – это социальная реабилитация отделений, это дети-инвалиды, чем мы очень гордимся, потому что охват в нашем городе стопроцентный детей-инвалидов. У нас действительно отделение очень тесно взаимодействует с родителями. Ну и, соответственно, помогает нашим особенным детям. Отказаться от соцобслуживания человек может в любой момент самостоятельно, по личной инициативе. А по вашей инициативе? Вот вы видите, человек все, знаете, адаптировался. Вроде бы как, ну, все меры, которые вы использовали, дали положительный результат. Вы говорите, до свидания, Анна Петровна, вы уже не наш пациент, можно сказать. Вот такое бывает? Есть такое в практике? Политика нашего учреждения, даже если мы очень, вот бывает, когда вот, ну, такие случаи редко, когда человек, ну, ведет себя неадекватно, например, там, в алкогольном у нас вот мужчины очень часто грешать, да, случается. Ну, мы всегда привлекаем специалистов с разных отраслей, потому что у нас более 17 договоров взаимодействия, и с медиками мы очень плотно работаем. Поэтому, ну, только самостоятельно, только со своего личного желания. Хорошо. Я же в городе живу достаточно давно, знаю, что до некоторого времени комплексного центра не было. Вот появление комплексного центра – это обязательная структура любого муниципального образования? Везде на территории края такие комплексные? Лучше, хуже – это другой разговор. Ну, вот что есть комплексный центр. Это государственная политика. Мы являемся муниципальным, но исполняем государственные полномочия, то есть, которые переданы просто в муниципалитет. На сегодняшний момент наше государство заботится о том, чтобы на территории не было одиноких, которые где-то были, так скажем, бесхозными, бесхозяинами, когда некому было бы им помочь. Поэтому, конечно, это же обязательная структура в каждом сельском поселении, муниципальном образовании, в большом или малом городе. Есть еще центры семьи, есть стационары. Это дома престарелых, это все социальное обслуживание. Поэтому она очень такая интернаты для психоневрологические. То есть, соцобслуживание, она очень достаточно, ну, такая ювальная, емкая, да, структура. Помянули о доме престарелых. У нас такого дома нет. А вообще, ну, я знаю, что необходимость такого учреждения, я думаю, чрезвычайно велика. Вот, может, скажете, есть какие-то, ну, в перспективе надежды, что такой дом у нас в муниципальном образовании появится? Ну, наш город Девногорск может похвалиться, один из немногих на территории всего Красноярского края, что у нас есть специализированный жилой дом для граждан преклонного возраста. А это о чем, Ольга Вячеславовна? Ну, это не дом престарелых. Ну, так, если вспомнить историю, конечно, он предполагался быть домом престарелых. Но на сегодняшний момент государство изыскивает возможность, чтобы под опеку брали одиноких престарелых людей. То есть, ищет такие пути, чтобы не создавать такие дома, не селять. У нас же это, если проще сказать, это, как я говорю, общежитие для граждан преклонного возраста. Они живут по договору специализированного найма, соответственно, да. Последние минуты своей жизни они там проживают, прописаны, пользуются им. Это достаточно хорошие, комфортные квартиры, одна-двухкомнатные квартиры. Опять-таки, построены по краевой программе, то есть это государственная программа. Еще раз возвращаюсь к тому, что это, конечно, государственная политика. На социальном обслуживании они не состоят, комплексных центров их не обслуживает. Там есть две семьи, которые были признаны нуждающимися и стоят на самообслуживании. Но это в общем порядке, как любой житель Девногорска, если будет испытывать такую проблему. Было построено 24-квартирный жилой дом. Соответственно, я знаю, что потребность есть, очередность в администрации существует. В 325-м кабинете администрации города Девногорска все расскажут и покажут. Понятно. Вот вообще какая практика существует, законная, вами наработанная? Вообще, как попадают люди под ваше обслуживание? Меня очень радует, когда наши жители не остаются равнодушными, когда видят вот таких людей, детей, потому что проблема доступной среды, проблема детей-инвалидов сейчас выходит на первый план. И очень радостно, когда люди звонят и сообщают, что есть какие-то там проблемы у человека, и он бы хотел прийти к нам на социальное обслуживание. Человек, если считает, что необходима помощь, он идет в управление социальной защитой. Управление признает его нуждающимся, дает ему карту, индивидуальную карту реабилитации, ИПР так называемая, в которой прописаны те услуги, которые ему необходимы по показаниям. Есть такой реестр поставщиков услуг, он, в принципе, на территории всего Красноярского края может выбрать любого поставщика. Санаторий, да, в социальной, то есть та же самая тесть. Если ему необходимы такие услуги, ему прописано в ВПР, то есть это, соответственно, он сможет обратиться. Но главное, чтобы это было прописано в ВПР. Ну и затем в практике он приходит к нам, пишет заявление, мы его принимаем на обслуживание. Определяется его доход, потому что в разных, есть льготные категории, более 15 льготных категорий, в том числе дети-инвалиды, которые получают эту услугу бесплатно в любом случае. Но если просто пенсионер без льгот, да, у нас сейчас все больше пенсионеров возникает, которые не воевали, которые, слава богу, не было никаких войн, не было чрезвычайной ситуации. Поэтому смотрится доход, и в зависимости от этого дохода может быть бесплатно, может быть на условиях 50-процентной оплаты, может быть на условиях 100%. Тарифы, соответственно, утверждены государством. Часть услуг у вас платная, то есть не все услуги платные. И главенствующую роль в этом играет материальная обеспеченность обслуживаемого вами человека. И люди охотно соглашаются на такие вещи? Оплата эта не огромная, не большая. Вот я хотела спросить, ну примерно какая услуга и сколько она стоит? Вот дайте так, для интереса. Ну, там 9 рублей поход в магазин. Стоимость одной услуги. И, соответственно, один поход в магазин, ну вы представляете, месяц. У нас есть клиенты, те, которые были до 2013 года и сейчас остались, вот с ними было сложнее, потому что объяснить, что тарифы повысились на сегодняшний момент, изменился размер средний у нас по краю. Все это постоянно, раз квартал меняется, и мы постоянно, ну людям в возрасте они у нас. Щепетильно. Да, очень щепетильно, и в граммах по отношению к продуктам, и, соответственно, в рублях по отношению к оплате. Поэтому, конечно же, объясняем, конечно же, говорим о том, что где-то уйдем на уступки, где-то за какие-то, у нас есть такая услуга, как беседа. Ну так мы ее... Поговорить просто. Поговорить, да. Пришел человек... Поговорить, и она, конечно же, в минутах, и мне могут, пожалуй, позвонить наши уважаемые граждане и сказать, вот она со мной не разговаривала, потому что, ну, общение... Не разговаривала? Да, клиенты, да. Ну, это... То есть за эту услугу мы ее там ставим где-то условно, но, соответственно, просчитать в минутах, никто не стоит, не засекает время. Даже не подозревала, что такое у нас может быть. Да. Ольга Ивановна, еще скажите, пожалуйста, коль уж мы про деньги стали говорить, ну, не потому что мне это так жутко любопытно, надеюсь, что мне не скоро такая помощь понадобится. Я уверена, что вам она не понадобится, Любовь Ивановна. Дай бы Бог. А скажите, вот берет деньги, это что за форма, они как, перечисляют, отдают вашему социальному работнику, у вас какой-то специальный счет на этот счет есть, а потом куда эти деньги идут? Ну, положение, соответственно, положение у нас есть о платных услугах. 50% в соответствии с этим положением идет на заработную плату, и 50% идет у нас на материально-техническое обеспечение учреждения. То есть насчет комплексного центра, я правильно поняла? То есть не дробиться как подоходный налог, там, федерацию, регион и так далее. Ну, это было принято нами такое решение, потому что в некоторых центрах, я очень много общаюсь с учреждениями другими на территории края, то есть кто-то вообще не принял такое решение, и заработную плату не доплачивает. Потому что, ну, в принципе, это может быть, там, 400, может быть, самое большое, наверное, тысяча рублей за весь месяц. То есть дополнительные заработные платы. То есть стимулирующие доплаты. Стимулирующие. Но это не, ну, это наше было решение, и, соответственно, мы вот так. Мы за это время уже поменяли компьютеры. У нас такое неплохое... То есть мы за счет своих платных, своей деятельности, так как сейчас... Технически переводчик. На это финансирование не выделяет, да. Мы делаем какие-то ремонты в учреждении, покупаем компьютеры, ремонтируем свою машину, потому что она у нас... Это дополнительная вообще, это даже не государственная услуга, наше социальное такси. Есть такая машина в городе с подъемным устройством, потому что, если вы видите, она такая. Газель, на нем нарисован инвалид. Соответственно, это дополнительная услуга для всех. Здесь льготных категорий нет, потому что это дополнительная. А государством эта услуга не предусмотрена. Комплексный центр, расходы на содержание комплексного центра, это чей бюджет? Это государственный бюджет. Даже не краевой, вы хотите сказать? Ну, это переданная полномочия. Край перечисляет субвенции в муниципалитет, потому что полномочия передал, соответственно, мы расходы... Ну, и не на местном бюджете. Мне важно это было понять. Да, здесь не на местном бюджете. Не на местном. И еще, вдруг сосед не заметил, до вас как-то эта информация не дошла. Давайте мы четче проговорим, что нужно сделать гражданину пошагово, который бы хотел стать вашим пациентом. Чтобы встать на обслуживание в комплексный центр, я бы хотела для наших граждан, горожан упростить, позвонить по телефону центра, обратиться в отделение срочной социальной помощи. И в полную консультацию мы выходим, делаем акт обследования, заставляем, помогаем собирать документы, относим их в управление. И вся необходимая процедура, в принципе, мы ее можем сделать, сделать, помочь. И отделение реабилитации, если это необходимо, и срочники, и надомники, они всегда вам расскажут и придут. Потому что в любом случае, для того, чтобы управление признало нуждающимся, нужно составить акт обследования. Это делает, опять-таки, наша служба. Для того, чтобы он был нуждающимся, и для того, чтобы на очередь стать малоимущим, признать. Мы помогаем целиком и полностью. И это не пустые слова. Я слышала, как будто бы ваш комплексный центр, кроме, вот это оказывается, очень широкого спектра услуг, помогает в части адаптации вашим клиентам организовать досуг. Вот это правда? Если да, то что? Да. Вот на сегодняшний момент, в плане уже более 80 мероприятий, которые проводит комплексный центр, пользуясь случаем, хочу сказать огромную благодарность всем учреждениям города Девногорска и культуры, образования, и среднеспециальным заведениям. Мы оказываем, как у себя на площадях, организуем досуг, и Новый год проводим, и у нас бабушки приходят, так поют, и компьютером они у нас занимаются, и в конкурсах краевых, и местных, и краевых, и даже вот региональных, и в прошлом году в региональном уровне участвовали. Соответственно, еще у нас есть замечательный социальный партнер, который на протяжении уже долгого времени у нас есть, это благотворительная организация «Бумеранг Добра», который помогает и с операциями, и с оборудованием, и у нас занимается порядка 20 детей, конно-спортивным спортом у нас адаптивным, поэтому и проводится у нас День физкультурника, мы делали адаптивную площадку, это в рамках уже городского мероприятия, Дня физкультурника. Соответственно, мы взаимодействуем с государственным природным заповедником Столбы, и раз в два раза в год мы вывозим клиентов на Столбы, прям приходит большой автобус, и мы туда отвозим прям на самые Столбы. И Красноярская ГЭС нам оказывает большую поддержку. Я не помню случая, чтобы, когда обратился комплексный центр, когда обратились специалисты, когда бы мы написали какую-то проблему, кто-то в нашем городе отказал. Поэтому это действительно, я просто боюсь сейчас кому-то не сказать спасибо, потому что... Ну это действительно так. Мы говорим спасибо даже если... Ну вот мы проводили, премьер провожу, проводили супермамы-конкурс для мам, имеющих детей с ограниченными возможностями. Ну столько было сертификатов. Ну просто масса учреждений предоставила и наш Владимир Николаевич Михайлов. То есть ФСЦ дал просто, чтобы в любое время человек мог прийти, у него такой пропуск такой золотой, он в любое время может прийти и там заниматься. И предприниматели. Соответственно там... Ну я просто боюсь даже, говорю, кого-то обидеть, чтобы сейчас не начать произносить отдельные какие-то... Вы не боитесь сглазить? Я сглазить не боюсь, потому что могу сказать одно. Помогают не центру, помогают тем людям, которые приходят в этот центр. И мы можем отчитаться за каждую копейку, за каждое доброе слово, за каждую вещь, которую люди приносят к нам в центр. Мы делаем фотоотчеты, мы делаем все... Только то, чтобы нам поверили и знали, что оно именно дошло до своего адресата. Вот то, о чем вы сейчас рассказывали, что вы и на столбы, и мероприятия какие-то проводите, это ваша личная инициатива? Или это прописано вашими функциональными обязанностями? Это только инициатива нашего центра специалистов, которые иногда выходные в свои, проходные. Но я думаю, что если человек делает свое дело, ему доставляет это удовольствие. А моим специалистам доставляет, потому что, я знаю, учатся очень многие... У меня вот молодые специалисты, они пошли учиться именно на социальную работу. Я знаю, что... Ну, я не помню, чтобы там кто-то сказал, я не пойду или не смогу. И всегда найдется замена того, ну, какая-то замена того, что мы сейчас не сможем. Значит, мы сделаем это потом или в меньшем объеме, но мы все равно это сделаем. Вы сказали, что у вас работает 40 человек. Я правильно поняла? Соцработников. Соцработников, конечно, конечно. Соцработников 40, а всего штатная численность 66 человек. 69 работают. Ваши работники имеют дело с очень тонкой организацией. Это пожилые люди, ранимые люди, инвалиды. Вот скажите, вы достаточно давно работаете в комплексном центре. Ну, для вашего возраста это, прямо скажем. Спасибо. Это сильно много. Скажите, а вот бывали случаи, когда социальный работник обидел там опекаемого, обманул опекаемого? Вот случались такие вещи? Ну, как в любой работе, если мы сейчас с вами будем говорить, что все заметно и прекрасно, конечно, случаются такие вещи. Когда мы заменили одного соцработника другим, потому что, ну, посчитали, проще будет там какую-то обслуживать там верхнюю застройку или нижнюю, или поселок, соответственно. Тут, безусловно, начинаются обиды, потому что человек привыкает. Было так, что не понравилась оплата коммунальных услуг. Что значит не понравилось? Ну, показалось, что льготы доплачиваются не в том объеме. И соцработник сказал, ну, управление рассматривало, вот письмо ответило, соответственно, комиссионно, значит, рассмотрено все правильно. Человек позвонил мне, сказал, я снимаю с обслуживанием, мне сказали плохо. Ну, здесь у нас подключаются психологи, у меня замечательный заведующий надобник, они, я не знаю, какое проведение, но они действительно все находят слова, и очень редко так, чтобы снялись. Ну, я могу вам сказать, даже те люди, которые, все, я не хочу, я все, у меня соседка какая-нибудь, у меня там племянник приехал, мне помогут, ну, из 99 случаев люди возвращаются обратно в соцобслуживание, потому что у соседки есть свои дела. У племянников, если бы племянник был до этого хороший, он бы таки остался бы, и она бы не попала бы к нам на соцобслуживание, если это действительно дети хорошие, это если племянники хорошие. Есть люди, которые, дети, которые просто уехали, и они приезжают, они приходят к нам, говорят спасибо, кланяются то, что там маму или папу их обслуживали, даже семейные пары у нас на обслуживании стоят. Ну, это редко, и хотелось бы, конечно, этого больше. Под ваше обслуживание попадает человек одиноко проживающий, а может, например, там на основе платных услуг, желающий получать вашу помощь, но он живет, условно говоря, там с детьми, с дочерью, с сыном. Эта нуждаемость определяется управлением, и это называется трудная жизненная ситуация. Ну, если проще сказать, без формулировок законных, соответственно, если там действительно трудная жизненная ситуация, то есть всесторонне это рассматривается, почему мы выходим на место, мы смотрим, как человек живет, какие у него психолог делает свои заключения, чтобы человек встал на обслуживание. Ведь может прийти не просто ребенок с инвалидностью, а может просто у нас попасть на обслуживание ребенка, который трудности с адаптацией в школе. Закон об образовании поменялся, образованию на сегодняшний момент очень сложно, нам сложно, потому что нашим родителям, которые имеют особенных детей, им тоже надо очень большую помощь оказывать. Потому что своими детьми, детьми мы приходим, уходим, они у нас самостоятельно ходят в школу, посещают кружки, если они чуть-чуть подросли, ну, во всяком случае, у меня так, у меня самостоятельные дети. А эти родители, которые с утра до вечера, которые они постоянно, я одной маме говорю, ну, вот пока ребенок с логопедом, идите позанимайтесь в комнате, у нас есть кабинет адаптивной физкультуры, там тренажерный зал, там она говорит, вы знаете, у меня коляска 60 килограмм, Аленка, поэтому я уже столько, у меня такая тренировка, можно я просто посижу. Не имеет значения, с семьей человек живет, и вот для меня это очень важно. Это трудная ситуация, когда человек самостоятельно не может что-то преодолеть. Кто бы помог? Есть телефон доверия для детей, есть разные курсы, есть песочная студия, где человек может, есть, у нас занимается творческая мастерская, где там любую технику, и глиной полепить, и, соответственно, просто пообщаться, люди приходят, общаются. Есть люди, которых мы можем привезти на дом, а есть люди, которые уже в силу возраста, но даже не поедут. У нас было такие в поселке, посиделки на дому. И вот у нас, когда мы их привезли там на Масленицу, по-моему, в прошлом году, в одном поселке на Усть-Мане живут две подружки, которые не виделись 10 лет. Ну, то есть, вот они друг друга нашли потом, и в принципе, вот то, что вы говорите, мы уже, в принципе, не нужны. Они общаются, звонят, они, соответственно, уже до друг друга, ну, хоть как-то там дойдут, и либо, ну, что-то там, какие-то праздники совместно видят. Я узнала очень много нового, относилась к вашему комплексному комплексному центру со скромного восприятия. Просто восхищена. Вот я бы еще и еще с вами разговаривала, но, к сожалению, формат нашей передачи ограничен. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за ту работу, которую вы проводите. Я знаю, что вы творческий человек, и дай бог, чтобы у вас находились силы, настроения, чтобы коллектив вас не подводил. Спасибо вам большое от всех жителей города Девногорска. Всего вам доброго. Спасибо, Любовь Комму, большое вам большое. На этом, уважаемые девногорцы, наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова